В этом отделе создаются целые предприятия и жилые комплексы. Здесь, в воздухе, витает запах бумаги и новых идей. В проектном отделе еще утро, а рабочий процесс в самом разгаре. Работа здесь в основном требует усидчивости и аккуратности. Процесс создания одного проекта очень трудный и долгий. Без творческой нотки сотруднику проектно-конструкторского отдела не обойтись. Что-то есть от художника, что-то от скульптора. И при этом должно быть так, что то, что раздаются образы, нужно так изобразить на бумаге, что потом человек, слесарь любой, взяв это, тоже понял, о чем речь и готовил эту деталь. А конструктор должен учесть все нюансы, что он готовит не просто как-то отвлеченно для чего-то. И в-третьих, слесарь изготовив эту деталь, еще что-то построит этот дом, должно быть все надежно, красиво и, так сказать, долговечно. Сегодня проектно-конструкторский отдел празднует юбилей. 75 лет со дня основания. В истории Северского трубного завода и города Полевского он играет определяющую роль. Мы занимаемся самым широким спектром вопросов. Это ремонты, капитальные ремонты, текущая производственная деятельность, где-то замена, модернизация, не говоря уже о реконструкции. Ну, реконструкция, скажем так, в большом смысле, это прилетен в рамки промес на всю под... Ну, не всю львиную долю подготовительных работ, освобождение площадки, перенос каких-то сетей, запитка действующей обороны. Вот это уже известно и истинно, что наш же завод проводит такую реконструкцию без остановки основного производства. Чтобы обеспечить его деятельность, вот здесь мы задействованы, скажем так, в большой мере. Также принимали самое непосредственное участие в планировке города. Вот такие объекты, как дворец спорта, тогда бывший спорткорпус, инфекционная больница, скажем, профилакторий, базового отдыха. Здесь, ну, не сказать, что 100%, но 90% документации выполнялась силами проектного отдела. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев называет этот отдел боеспособным подразделением, укомплектованным современным оборудованием. Благодаря его грамотной и творческой работе удалось накопить уникальный опыт успешной реконструкции сталиплавильного комплекса в условиях действующего производства. Сейчас такая же задача стоит накануне огромной работы по строительству непрерывного стана. Подготовить хорошего специалиста можно за год, говорит Михаил Васильевич. Чтобы подготовить хорошего конструктора, лет 15. Я очень доволен, что у нас есть такое боеспособное подразделение. Оно с хорошими традициями, с большим опытом работы. У нас есть ветераны, которые заслуживают особого уважения. У нас есть молодые люди, которые являются перспективными специалистами. И есть все для того, чтобы сегодня решать все вопросы, которые существуют на заводе, как по развитию завода, так и по обеспечению его текущей деятельности. Молодые творческие кадры, работающие в проектно-конструкторском отделе, это новое поколение, легко обучаемое и перспективное. Алексей Ермаков работает здесь инженером-конструктором. В отдел пришел сразу после окончания УПИ. Сейчас, спустя три года, смело может спроектировать любую деталь. Как молодому и грамотному специалисту, Алексею поручили заниматься новым электросталиплавильным цехом. В частности, он проектирует металлические конструкции, необходимые для обслуживания дугосталиплавильной печи. Приходящий новый человек должен уже уметь легко работать на компьютере и чертить на машине, на компьютере в программе автокарт. Один из последних крупных проектов отдела – жилой дом в микрорайоне «Зеленый бор». На месте, где он будет стоять, пока фундамент. Но уже сейчас можно посмотреть, какой будет новая многоэтажка. Для жителей этого дома архитекторы придумали необычное оформление торца здания. На нем будет изображено апельсиновое дерево. Этот дом не похож ни на что, поэтому пришлось пройти экспертизу полностью. От начала до конца, от фундаментов и до крыши. Были выполнены все пожарные требования, которые были приняты в новом федеральном законе по пожарной безопасности. Архитектор решил немножко повеселить народ, сделать необычный дизайн. Но железопитонщики должны теперь постараться, раскрасить нам это все дело. И посмотрим, как получится. Тут относительно небольшая площадь квартир в целях экономичности. В основном квартиры одно-двухкомнатные. Квартиры, несмотря на то, что квартиры небольшие, однако у них удобные кухни, удобные лоджии. Можно поставить бытовую технику, если предусмотрено. Во все времена проектно-конструкторский отдел был и остается сильным интеллектуальным звеном Северского трубного завода. Здесь работают талантливые инженеры, конструкторы, те люди, кто силой своей мысли на бумаге создают целое здание. Каждая их работа – это не только часть истории, но и будущего, как для завода, так и для города. Ольга Демьянец, Эльмира Самохина, Алексей Ионов, Сергей Чижов. Новости нашего города.